Я не продаю обувь, я продаю и транслирую женственность. Но как только я иду на паблуках, все сразу софиты. Если я сейчас проиграю, я придам мечту своего ребенка. Я пришла в бизнес в 35 лет. Видят Айжана Синбаева. Дайте скидку. Ну, у вас же казахское имя. Ты просто убрала лейбл Ирин Вартик и поменяла его на Айжана Синбаева. Все, если честно, друг друга где-то копируют. У нас один почерк. Я очень долго думала, очень переживала. Естественно, наше казахское яд останавливало меня. И как мне больно было вот эту плитку снимать. У нас казахстанский рынок. Мы особо не любим яркие цвета, кричащие. Но почему-то наши покупатели обязательно выберут другое имя, но не мое. Думали, наверное, что у меня все хорошо, все прекрасно. И как бы я трудностей никогда не видела. А мне захотелось, чтобы люди меня прочувствовали, поняли. Если бы я познакомилась с тобой сейчас, ну, скажем, там, года два назад, я бы подумала, что твоя история начинается именно с обуви Айжана Синбаева. Но так как я знаю тебя давно, я знаю, что ты сначала продавала обувь Ирэн Вартик. Да. А затем решила создавать свою обувь. В то время как раз только начался появляться Инстаграм. Я сижу на работе, смотрю, наблюдаю за лентой, естественно. Мне нравится обувь. И я, пролистывая Инстаграм, наткнулась на страницу Ирэн. Наблюдала, конечно, за ней полгода. Потому что обычно же у нас предприниматели начинают какое-то производство, что-то шить, что-то изобретать. А потом в течение каких-то месяцев, да, как бы даже полгода, они начинают как бы, как это правильно сказать? Ну да, выдыхаются. Да. Я думала так, если через полгода я вернусь на эту страницу, и там будет, естественно, другая линейка, модели новые, я присмотрюсь и начну с ней переговоры. Через полгода я возвращаюсь, списываюсь, смотрю, а у нее линейка все больше, цвета, модели разные начинают как бы появляться. Я с ней списалась. Естественно, с предложением о том, что вот давайте вместе работать в Казахстане. Вот я с Астаны. Она пригласила меня, я полетела к ней в Москву. Мы с ней встретились, очень хорошо поговорили. Ей интересно, конечно, стало мое предложение, потому что она в тот момент тогда только выходила на рынок. Она тоже приехала с Украины, приехала в Москву, переехала, начала с мастерской маленькой шить по несколько пар обуви. А потом, конечно, пошел уже и как бы спрос, и она начала расширяться, дальше шить. Естественно, потом уже перешла на фабрики. Мы с ней договорились. Договор у нас был на бустной форме. Тогда у нее не было франшизы. Нет, не было контрактов, ничего. Мы с ней начали работать. А как ты делала? То есть ты ей дала предоплату? То есть у нее выкупила какую-то партию? Или Жанна тебе просто в консигнацию дала? Нет, мы с ней вместе начали работать над моделями. Мы с ней каждую модель вместе обсуждали. Нет, а инвестиции чьи были? Деньги? Да, мы с ней вместе начали разрабатывать модели, подбирать материал, цвета. Потому что я должна была учитывать, что у нас казахстанский рынок. Мы особо не любим яркие цвета, кричащие, как в России. Я ей объяснила, говорю, нам нужны другие цвета, такая вот эта ткань. Так каждый раз мы утверждали коллекции. Я оплачивала предоплатой. Мы заказывали на фабрику. Я ее встречала и так реализовывала. То есть ты, получается, была с ней и участвовала во всех этих процессах? Обязательно. Два года? Два года. А почему ты потом решила все-таки отказаться от РН? Потом у нас она начала меня подвозить по поставкам. Понимаешь, Динара, для нее рынок Казахстана... Интересный? Очень интересный. А, очень? Очень интересный. У нее 70% продаж, скажем, идут в Казахстан. В России тогда ее никто особо не знал. И, естественно, вот если я буду шить, да, или РН, как бы наши покупатели, да, предпочтут и РН, потому что это иностранное имя другой страны. Почему-то у нас такой вот менталитет. Хотя это может быть одинаковая обувь. Это одинаковая обувь. Но два разных лейбла. Одинаковые фабрики. Мы работаем на тех же международных фабриках, где шьются все бренды мира. Одна и та же ткань, колодка, сырье, каблуки. Все одно и то же. Просто марка другая, да? Там написано и РН, а у меня написано и Жан. Но почему-то наши покупатели обязательно выберут другое имя, но не мое. И с этим я полгода, когда я первый раз создала свой бренд, я не спала, когда я читала в директ письма. Начали меня сравнивать. С РН? Да, обязательно. То есть вы два года вообще без контракта работали? Нет, без контракта. У нее до сих пор нет франшизы, насколько я знаю. Потом, смотри, она начала подводить меня с поставкой. Это как вот происходит? Смотри, вот если, например, у нас идет сезон весна-лето, мы должны получать коллекцию зимой. То есть первые числа марта у нас коллекция должна быть уже готова на полках. Что она делает? В марте получает свою продукцию, в апреле продает ее, а когда уже за две недели до скидок, обычно же в конце весны мы же выставляем уже скидки, в этот момент она отправляет мою доставку, а я сижу без товара. Но это же неправильно. Каждый раз вот я вот тревожила, естественно, писала с вопросами, где же мой товар, где моя продукция. Она, ссылаясь на фабрики, якобы они шили в брак, спознан отправили и так далее. Так у нас прошли два сезона. И, естественно, я начала терять свои деньги продажей. Она продает на Казахстан свою коллекцию, а потом получаю я. Естественно, потом... А как она продавала отдельно? Она же делает доставки. То есть у вас не было договоренности, что казахстанский рынок это мой рынок, а ты там в других странах СНГ? Нет. Хотя несколько раз я задавала этот вопрос, чтобы отвоевать все-таки свой рынок. Слушай, ну нужно был контракт нужного подписывать? Ну... Если бы ты взяла... Она не шла на это. Если бы ты взяла ее официальное дистрибьюторство на Казахстан, то есть она бы не имела права сама продавать? Ну, она не пошла бы на это, потому что ей интересно на Казахстан работать. Ну и в итоге она и потеряла тебя? А потом она потеряла меня, да. Когда ты жила в столице, у тебя, насколько я помню, такого увлечения не было? Нет, я ходила там. Ходила, да? В Ахмуза, там есть такая конюшня хорошая, чистая. Я там ездила. Но когда карантин начался, да, пришел, я не смогла заниматься с детьми, и тогда вот тренер мне сказал, если бы у вас был бы свой конь, вы бы продолжали бы свои занятия. И вот тогда у меня вот эта мысль еще... Возникла, да? Возникла, да. Ну а почему бы не взять себе коня? А потом мы переехали в Алмату, и каждый раз, у нас как джекпот, каждый раз мы приезжаем втроем заниматься, и каждый раз новые кони, другие. И пока притерешься, пока поймешь, какой у кого характер. Некоторые резвые, некоторые спокойные, еле ходят, да? Мне так надоело. Я думаю, почему бы у меня своего коня не взять? Но ты взяла, я так понимаю, породистого. Породистый, да. Это кто, англичанин? Он чистокровный англичанин. Красавчик. Если ты не смотрела фильм «Чемпион», обязательно посмотри. Ну слушай, теперь я точно посмотрю. Красавчик, кирова. Это прав внук секретариата, это чемпион мира, до сих пор его рекорд никто не побил. Слушай, ты хочешь прям профессионально этим заниматься? Ну я профессионально занимаюсь, да. Для себя, для души, не скачки, а чисто для себя. В какую цену тебе обходится содержание? В месяц? Да. Ну где-то 400 тысяч. 400 тысяч, только что вот аренда? Это аренда, это конюшня, это тренер, это питание, это витамины и так далее. Сейчас я хочу взять себе кобылу и чтобы был у нас уже ребенок. Обалдеть. А сколько стоит этот конь, если не секрет? Несколько миллионов. Ну сколько, два, три? Нет, около десяти. Слушай, ну я заметила, что практически у всех бизнесменов есть хобби, кто-то бегает триатлоны, для кого-то там фехтование, для кого-то стрельба из лука, да. То есть для тебя тоже нужна, знаешь, такая отдушина, да? Да, да. То есть ты приходишь сюда и забываешь про работу, про бизнес? Конечно, это такая бешеная энергия, когда ты, особенно верхом, когда ты понимаешь, что он тебя чувствует, это когда ты верхом, на самом деле, проявляется твой характер. То есть ты руководишь, ты должен как бы показать конюшню, что ты хозяин, ты руководишь, а не он тобой. Как за рулем? Они это тонко чувствуют. И ты не знаешь, это каждая тренировка, это риск. Ты не знаешь, как он себя поведет. А были какие-то травмы? Нет. Нет. Падало, но не так сильно. Красную веревочку, это ты... После супермомоситы завязала. Она побывала тоже во всех странах. Кирман, давай кататься. Давай. И ты пошла на фабрики. Я пошла на фабрики, да, начала работать самостоятельно. У меня уже были свои модели, которые я уже отрисовала, которые я уже видела. Казалось со стороны, что ты просто убрала лейбл Ирэн Вартик и поменяла его на Айжана Симбаева. В самом начале казалось, что обувь как будто одна и та же. Ну смотри, Динара, почему мы с ней начали работать? У нас одно видение. Почему мы с ней сработались? Потому что она видит обувь так, как я. У нас один почерк где-то. Ну и лодочки, да, так скажем, да, вот лодочки кто изобрел, да, и не надо велосипед, да, заново изобретать, да. Но вроде посмотришь на лодочки, и у них есть 10 отличий. Это декольте, это изги кабука, это многое чего. То есть лодочки мои и другие, они не могут быть одинаковые. Визуально смотришь. То есть колодка это другая, не колодка Эрэн Вартик. Нет, я главное, я колодку изменила. Я разработала свою колодку. Разработать свою колодку на каждую модель, это от 5 тысяч и выше. И каждый раз... 5 тысяч долларов? Обязательно, да. Просто разработать свою колодку? Разработать колодку на одну модель. И из этой колодки можно сшить только одну модель, но менять цвета и материал, естественно. А так на босоножке... Сколько у тебя сейчас колодок? Около больше ста, наверное. Сто колодок? Да. Это получается... Каждый раз и в каждый сезон она меняется. Потому что ты не можешь на одну колодку и сшить и туфли, и сапоги, и босоноги. Ну скажи честно, ты пользуешься лекалами брендах, там, Джимми Чу, Манола Бланник? Нет. У них совсем другое лекало. У меня свое. И никогда я не хотела этого делать. Единственное, сапоги вот шила похожие на Джимми Чу, только у меня они повыше, а в Джимми Чу они пониже. Вот что-то похожее было, и то у меня каблук выше. Что-то похожее было, ну все, если честно, друг друга где-то копируют. Как создаются вообще вот дизайны обуви. Например, я ежегодно, два раза в год езжу, летаю в Милан. У нас там есть, то есть проходит всемирная выставка, где все обувники мира собираются делегациями. Выставка эта проходит три дня. Естественно, делятся они на классы. Я иду сразу на, как бы, на бизнес-класс, скажем. Что там делают? Будут, смотрят, естественно, что будет через полгода во всех журналах и в Инстаграм. Какая в тренде будет колодка, что будет. То есть там они уже все это знают заранее? Да, мы же тоже ходим, это все смотрим. А там что ты можешь приобрести на этой выставке? Колодку? Нет, не колодку. Мы смотрим, какая будет ткань через полгода в моде. То есть мы за эти три дня заглядываем в будущее. И мы знаем, что будет через полгода. Какая ткань будет в моде? Бархат, велюр. Какая кожа будет? Питона, страуса, лак, кожа. Стразы, не стразы. Стразы. Что будет актуально? Стразы. Какие ремешки? Какой каблук будет в тренде? Вот это вот мы все видим. И, естественно, из этого всего мы всей командой приезжаем и создаем. То есть ты едешь просто за информацией? За информацией, на выставку. А что самое сложное в твоей работе? Ну, пока наш менталитет, наверное. Самое сложное? Я думала, самое сложное – это найти сырье, найти хорошую фабрику. Вовремя получить свою поставку, растаможить. Ну, то есть не операционка. Нет, в этом вообще сложности нет. Я работаю, наверное, 15 фабрик у меня, с кем я сотрудничаю. Что-то у меня какая-то фабрика шьет мою обувь. Вторая, например, верхнюю одежду. Третья – это сумки. С этим проблем нет. Потому что за каждой фабрикой закреплены обязательно поставщики кожи, аксессуаров. Они работают как бы как часы. С этим все налажено. С доставкой не было никогда проблем. А вот наш покупатель… А что говорит покупатель? Вот, например, смотри, да, вот мы работали в Меге, в Астане. Поднимаются на второй этаж покупатели, наши, казахстанцы. Видят Айжана Синбаева. Дайте скидку. Ну, у вас же казахское имя. А вот почему они в Массимо не идут и не спрашивают скидку? Мы им объясняем, что мы-то шьем не в Казахстане. У нас это тоже и доставка, и фабрика, и… Просто ты это все сама придумала, да, создала. Уровочный материал, но я ничем не хуже той же Массимо или других брендов. Но почему ко мне приходят и спрашивают скидку? Ты круче Массимо, я думаю. Да. Ты качественнее Массимо. Качественнее, да. И вот как бы наш менталитет не хочет принимать тот факт, что если ты шьешь, то есть обесценивают нашу продукцию. Уроки верховой езды от Айжаны Симбаевой. Айжаночка, скажи, что надо делать? Бедрами, тело натолкай и чуть потолкни, да. Все, поехали. Самое главное вот это вот сильно не натянуть, потому что когда сильно натягиваешь, они готовятся скакать. А, да? А когда вот отпускаешь, они знают, что они просто шагают. Слушай, ну это как-то помогает тебе в бизнесе? Может быть, мысли, какие-то идеи приходят? Во-первых, это дисциплина. Я каждый второй день приезжаю сюда на тренировки. Когда я занимаюсь, естественно, разные мысли, идеи, проекты. Конечно, спорт, он же, он помогает, естественно. Айжана, расскажи, почему ты решила переехать в Алматы? Во-первых, дети. Во-вторых, моя мама здесь живет. Кука у меня вернулась с Сингапура. И, естественно, после Сингапура в Астане стало скучно. Плюс еще и учеба, наверное, младшей. А почему решила закрыть свои шоу-румы в Астане? Во-первых, это бессмысленная арендная плата. Плюс еще на втором этаже. Моя ошибка была, что я взяла помещение на втором этаже. В Меге, да? В Меге, да. Куда после карантина, естественно, после этих изменений, люди практически не поднимаются. А арендная плата, ну, 4 с лишним миллиона в месяц. И ты решила уйти полностью в онлайн? Да. Знаешь, в торговых центрах все-таки выживет тот, у кого есть сеть. Или, например, компания Индитекс. Они создают несколько брендов и занимаются предпринимательством. А в торговых центрах предпринимателю стоять очень, я думаю, сложно. Потому что арендная плата почему-то для казахстанцев нет ни скидок, ни каких-то привилегий. Я всегда тоже этот вопрос задавала, и я не могла понять, почему ты за бутик 50-60 квадратов плачешь 2 миллиона тенге. Да. А вот у меня каждый бутик был 4,5 миллиона. Сколько у тебя был оборот? Ну, в день у меня продажи одного бутика составляли больше миллиона. Ну, слушай, ну тогда нормально. Если ты 30 миллионов зарабатывала, то заплатить аренду 4,5 миллиона, в принципе, это было несложно. Ну, да. Ну, нельзя быть жадной. Надо уметь делиться. Нет, если у тебя 30 миллионов был оборот, ну, условно, там, операционные расходы и прочее, там, 15, 15 ты оставляешь, 4,5 миллиона там платишь за аренду, 10, и там, может быть, операционка еще какая-то, налоги и ля-ля. Ну, там, 7-8 миллионов чистыми можно было заработать. Ну, да. Ну, это нормально. Ну, да, может быть. Ну, а почему ты не осталась? Невыгодно стало. Во-первых, из-за пандемии вот эти ограничения то работают, то не работают. А аренду ты платила, да? А аренду я платила. Они не освобождают от арендной платы. И вот сколько я там не стояла, как бы, несколько месяцев я помню, даже после карантина, я уже, когда уже приняла решение, что мне нужно закрываться, и я все равно это оплачивала. Там нет такого, ни каникул, ни пандемии. Письма писала? То есть по 100%. Игнорируют. Под администрацию? Игнорируют. То есть не помогали? Не помогали. Нет, у меня с Сарарко все было хорошо. Но ты же вложила в свои магазины огромные деньги. Я помню эти ремонты. Ты помнишь, у кого у меня ремонт был? Я помню. Я помню, один бутик в Меге обошелся около, больше 30 миллионов. И моя ошибка была, что я делала такой ремонт со встроенной мебелью. И когда я съезжала, а там же такие условия, да, в каком состоянии ты принимаешь помещение, в таком же и сдаешь. И как мне больно было вот эту плитку снимать и встроенную мебель. То есть ты должна была все с собой забрать? Да, а с ней ничего не сделаешь. Я нанимала людей, которые три дня это все вытаскивали и выкидывали кто-то. То есть мебель на дрова, а плитка на мусор. Но ты стала сильнее. Это сделало меня сильнее, умнее, опытнее. На какую сумму ты сейчас продаешь в день, вот в онлайне? Потому что, на мой взгляд, я все-таки тоже занимаюсь производством и продажами. Онлайн, конечно, прекрасно, но все-таки я думаю, что... Нет, все-таки нужно держать помещение. Все-таки бутик нужен. Потому что, понимаешь, одежду можно заказать. Если там не подошла, можно ее ушить. А обувь-то ничего не сделаешь. Если хорошо, что если можно еще стельку там подложить, ее обувь будет в пору. Но с обувью ничего не сделаешь. Ее нужно обязательно попробовать, постоять, почувствовать колодку. И для этого обязательно нужен бутик. Что я сейчас собираюсь сделать. Вот сейчас как ты продаешь? Через Ламоту и через Каспий. И у нас работает сайт, Инстаграм. Как часто у вас возвраты? Скажем, не подошла колодка, размер не тот? Из 10 заказов, скажем, 2-3. Мы меняем размеры. Чтобы колодка не подошла, это бывает очень редко. Размеры не подходят. А так всегда идут продажи. Как ты попала на Ламоту? Я сначала подала заявку на Ламоту до пандемии. Естественно, получив перечень всех документов, я подала на патент. Патент ждала я примерно 10 месяцев. После получения патента я пошла в госэкспертизу. Получила заключение о качестве подтверждения. Естественно, после я подала на Ламоту. И где-то месяцев 7-8 они рассматривали. Потому что на Ламоту попасть может не каждый. Естественно, нужны и документы, и ассортимент товара должен быть больше 100. Слушай, у меня раньше был всегда 37-й размер. Я не знаю, почему с годами у меня он стал 38-й. Для меня это как-то очень странно. Слушай, какая красота. Сама придумала? Да, конечно. Или дизайнер нарисовал? То есть как это вообще происходит? Я сама все рисую. То есть ты рисуешь сама? Да. Потом? А потом приглашают девочку, художницу. Объясняют, что мне нужно. Она это рисует там же. А потом отправляют мне готовые файлы. Знаешь, я чему удивляюсь? Вот в Турции очень много фабрик. Там страна фабрик. Страна фабрик. Они производят туфли, скуки. Ну почему у них? Они же сами ничего такого клевого не придумали. То есть у них нет таких брендов, которые были бы известны по всему миру. То есть все-таки это нужно иметь чувство вкуса. Да. Чувство стиля. Да. Сколько стоят вот эти ботильоны? Они 60 или 70 тысяч. Так, слушайте, я их беру, сразу говорю, потому что они мне нравятся. Колодка как тебе? Колодка супер. Раньше у меня были только лодочки 10 сантиметров. А сейчас я создаю линейку и на 2 сантиметрах, на 4. Естественно, тоже и на сплошном начала шить. Раньше я какую-то часть, может быть, небольшую коллекцию отшивала, а сейчас уже, естественно, поменяла. Но вот я помню, когда ты только начала, ты потихонечку, ты заказывала небольшими партиями, да? То есть ты делала там, условно, лодочки, у тебя было всего, там, скажем, 3 цвета, да? Или там 5 цветов, но не в больших количествах. Сейчас ты уже как-то вот масштабировалась? Конечно. У меня сейчас в год заказы около 10 тысяч пар. 10 тысяч пар? Это разных моделей? Разных моделей. А куда ты деваешь сток? Я их отправляю или на скидки, или на фотосессии, или дарю. Как много пар ты подарила. Ну, у меня небольшой сток получается, у меня остатков практически не бывает. Какая капитализация в твоей компании? Сколько денег в обороте? Ну, это 200-300 тысяч. 200-300 тысяч? Да, да, ползиллиона. Так, мы сейчас немножечко свои дела сделаем, мы присоединимся к вам. А все, мы же сделаем. Все сделали, поехали. Делаем вид, что мы ничего не делали. Слушай, не обидно было, когда думали, что ты просто там балуешься, играешься? Да, на самом деле ты ночами не спала. Нет, люди же привыкли для своей, как бы, дабы доказать себе, что они делают все правильно, и как-то что-нибудь лишь бы сказать. Нет, не обидно было. Ну, на самом деле я же не рассказывала о себе ничего. Ну, естественно, они сами тут понадобились. Ну, ты всегда, кстати, вот, когда мы познакомились в АДЖК, ты всегда была очень такой... Ты была закрытой. Да. Ты ничего, по сути, не рассказывала. О твоей личной жизни ничего не было известно. И в один прекрасный день я читаю, ну, достаточно такой откровенный пост о твоей семейной жизни, да, о каких-то таких перипетиях, о разводе, о снохе. То есть, что повлияло? Почему ты решила так все, знаешь, не по-казахски раскрыть, открыть, все рассказать? Когда я поняла уже, что мои подписчики, мои читатели, когда я начала раскрываться, когда я поняла, какая у них отдача, мне очень часто начали писать про свои ситуации. Как женщины боятся развестись, как они боятся воспитывать самостоятельно детей, как прийти в бизнес. Некоторые же терпят. И после этих писем я решила, почему бы нет. Тогда это была какая-то моя боль. А потом я решила это написать и сказать, что у меня тоже такая же ситуация была. Я тоже чувствовала и унижение, и насилие, и разочарование. А как твоей дочери отнеслись к этому посту? Нормально. Нормально? То есть, они знали эту историю? Они меня поддерживают, они знают. Нет, они эту историю знали? Конечно. Но ты же понимаешь, что эту историю прочтут не только твои дочери, родственники, но и друзья твоих детей? Да. То есть, ты это понимала и это согласовывала с детьми? Нет. Нет. Нет, ну, конечно, я им говорила, что я хочу это написать. На что они мне ответили? Ну, если ты считаешь нужным это сделать, то почему нет? Я очень долго думала, очень переживала. Естественно, наше казахское яд останавливало меня. А потом думала, почему бы и нет? Ну, знаешь, после этого поста, кстати, было огромное количество писем. Я такие истории прочитала. На самом деле, это наша боль, это вот этот наш яд, терпеть. А какие были истории? Мне кажется, хуже твоей истории, ну, я не знаю, что можно еще пережить. Истории, ну, например, это моя сноха и мой муж. Да. А были истории, где близкие друзья, сестры, братья. Родные, сестры, родные братья. Да. Истории было очень много. Я с аудиторией очень откровенно, очень искренне, искренне как бы отношусь. Мне нравится их отдача. Я решила поделиться со своей аудиторией, что они как бы думали, наверное, что у меня все хорошо, все прекрасно. И как бы я трудностей никогда не видела. А мне захотелось, чтобы люди меня прочувствовали, поняли. И не боялись какие-то принимать решения кардинальные, меняющие их жизнь и судьбу. А ты общаешься со своим бывшим супругом? Неа. Нет? Со снохой? Неа. То есть сноха тоже ушла из вашей семьи? Нет, она живет с моим братом. А, они живут? Угу. Через какое-то время, я не знаю, они приняли решение, что они будут все-таки вместе жить ради детей. И я не знаю, я не понимаю его. Ты не общаешься со своим братом? Мы с ним, да, особо не общаемся, потому что я, как женщина, не смогла этого простить, принять. А когда такие вещи прощает мужчина, я не знаю, это как минимум не по-мужски, но это его выбор. А родители как отреагировали? Когда все это произошло, у нас у всех был шок. Если честно, на тот момент я думала, я, наверное, с ума сойду. Я тогда была беременна на седьмом месяце. Я думала, я сойду с ума. Ну, видимо, я такая крепкая, сильная, что даже сильнее брата оказалась. Если сделать флэшбэк в твое детство, я знаю, что ты выросла в Таразе, и ты очень рано ушла замуж, у тебя рано появилась старшая дочь, ты прошла непростой путь, ты работала сотрудником, наемным сотрудником. Вот ты тогда в детстве представляла, что через много-много лет Айжана Синбаева будут такие пакеты фирменные, да, что будет обувь, там, а-ля Джимичу, да, что твои обувь будут носить знаменитости. Знаешь, Динара, у нас же все идет из детства. И любовь к обуви у меня тоже пришла с детства. Знаешь, как, мы тогда жили в частном доме, у нас свое хозяйство, мама работает главным бухгалтером в одном очень крупном предприятии, и папа инвалид. И вот женщина выходит с огорода в галоши, в халате, и тут собирается на работу, одевает высокий каблук 10 сантиметров, и тут она превращается в женщину, в леди, высокая, статная, красивая, белокожая женщина. И я же думаю, что за волшебство в этих туфлях, вот что они делают с женщиной. То есть женщина в галошах одна, и тут... Да даже не в галошах, просто в курсовках. Да, да, и тут она одевает туфли, и становится... И она превращается в леди. И она превращается в леди. И, естественно, смотря на нее, думаю, блин, я тоже такой хочу быть, такой статной, уверенной в себе женщиной, красивой. И, естественно, потом, я помню, мама мне подарила туфли, особо меня не баловали, на 4 сантиметрах, как я их любила. Они тогда были еще из кожзама, кожа вечно лопалась, я их маслом натирала и носила в школу с гордостью эти туфли. Они были у меня любимыми. А потом вышла замуж, вышла на работу в 19 лет, кстати. Я была всегда на каблуках. У меня такое ощущение было... Ты рисовала туфли? Рисовала часто, рисовала. Мне обувь, особенно каблуки, нравится с детства. И я всегда на каблуках. Я очень редко, когда могу себе позволить одеть кроссовки. Динара, вы что делаете? Елена Михайловна, вы эту мебель уже с какого года используете? С 2009-го. Ну вот, у меня сын Дэниал даже здесь учился. Знаете, выиску, новое поступление, сейчас я вам эту мебель испорчу. Динара, у нас дети уже последние 12 лет пытаются это сделать. Безрезультатно. Так вам же нужно обновить мебель. Динара, мы уже купили. Пойдемте покажу. Вот Динара, вот она, новая мебелиску. Эх, Елена Михайловна, хотела вас удивить, а удивили меня финны. Но иску никогда не устает удивлять нас. Так что за чудо происходит, когда женщины надевают каблуки? Походка меняется. Взгляд в пол, изгибы, сексуальность, женственность. Я всегда говорю, я не продаю обувь, я продаю и транслирую женственность. Потому что я сама такая, даже когда я рисовала свою целевую аудиторию, например, своего потенциального клиента, да, я думаю, для кого я буду шить обувь? Вот миссия моего бренда. Так, мою обувь должна носить женщина за рулем, уверенная в себе, сексуальная, женственная, которая или работает в офисе, или бизнесвумен, которая часто ходит на встречи. А потом, оказывается, подсознательно я сама себя и рисовала. То есть саму себя. И ты к такой пришла, Айжанна Сенбаева? Да. Сегодня ты и есть та самая женщина, которую ты себе рисовала где-то в подсознании. Да. И я очень хочу, чтобы вот миссия моего бренда все-таки, чтобы женщины не забывали о том, что они женщины, не переходили на сплошное. Да, это удобно, но мужчина обратит внимание, скорее всего, на женщину, которая пройдет на каблуках, нежели как пробежится в кроссовках. Все-таки мы же женщины, мы не должны этого забывать. Я сама это чувствую. Потому что, когда я летаю в самолете, я всегда на плоской подошве. И я вижу, что просто во мне не видят Динара Саджан. То есть, ну, как только я иду на каблуках, все сразу софиты. И все такие, о, Динара Саджан. То есть, это на самом деле, ну, когда ты хочешь быть незаметной, чтобы тебя никто не замечал, ты надеваешь кроссовки, кепку, то есть, и ты как-то вот в этой толпе теряешься, да. Но когда ты хочешь быть эффектной, ты надеваешь каблуки. Но все равно восприятие же другое. Мне очень нравится твоя обувь. Я сама ее с удовольствием ношу. Я помню, как перед карантином я у тебя заказала белую дубленку и белые сапоги у тебя купила. Сначала сапоги купила, потом заказала дубленку. И себе представляла, как я буду тусить в этой дубленке. И наступил карантин. И я так и не поносила, но потом уже через сезон. И мне нравится качество. Ну, это модель классика. Она всегда будет в тренде. Тем более белая кожа. Меня все спрашивали, от кого у вас дубленка. И мне кажется, вы там хорошо ее продали, да? Да, да, да. Ну да, я это знаю. Мы так ее и назвали, дубленка Динара Саджан. А, да? Ну, это всегда так. Если говорить о маркетинге, да, я наблюдала за твоей трансформацией, за твоей эволюцией, как ты... Ты была вроде открытой, но в то же время, ну, как-то вот мало информации было о тебе. Сейчас ты изменилась, да? То есть и ты стала более... Ты делишься сокровенными вещами. Иногда делишься болью, да? То есть и мне всегда было интересно. Я смотрела и думаю, так, Айжана это делает все-таки в целях либо она собирается курс продавать, либо она хочет продвинуть свои туфли еще больше, либо Айжана просто, ну, раскрывается. Что произошло? Я начала раскрываться, потому что многие думали, что бизнес для меня это... Лишь бы... Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Многие думали, что у меня либо супруг... Ну, скорее всего, любовник. Или любовник, да. Любовник как-то более вероятный. Что за мной обязательно стоит какой-то мужчина, и я вот так делать нечего. Вот утром проснулась, думаю, а не создать ли мне туфли, да? А мне хотелось донести, что это труд, что это меня кормит, что я женщина. И что самое главное, ты получаешь от этого процесса удовольствия? Конечно, что это мое любимое дело. Когда ты сырье сначала, колодка, а потом ты видишь готовые туфли. Это же такой кайф. Да, когда я приходила в бизнес, я же, естественно, сама себе задавала вопрос, что я люблю и что бы я хотела производить. Конечно, вспомнила свою мечту с детства. И когда я шью обувь, когда я получаю свою продукцию с фабрики, я к каждой обуви отношусь как к ребенку. Потому что это мое детище, это мое. Которое родилось сначала в голове. В голове, потом я и нарисовала. А потом затем реализовалась. Да, у меня есть девочка, которую я приглашаю, озвучиваю ей свои идеи, а она сразу же рисует, а потом мне отправляет файлы. А когда это вижу уже воочию, трогаю, особенно ношу, это совсем другое удовольствие. Я получаю от этого кайф, мне кажется. Так ты начала раскрываться, почему? Стало поступать много вопросов. Во-первых, о сотрудничестве. А во-вторых, расскажите, как вы создавали, как вы пришли к бренду. Стало поступать очень много писем, как вообще создать какой-то бизнес, какую-то свою продукцию, бренд. Тяжело ли это, опознно ли. Вот я пришла в бизнес в 35 лет. И когда мне задают вопросы в 30 лет, не поздно ли прийти в бизнес. Ну, ты же сама знаешь, что KFC и так далее, они высоко пришли. Я им отвечаю. Как раз они пришли в зрелом возрасте. Да, потому что я сама, например, мне не 15 лет. Я не могу что попало писать и что попало как бы производить. Я далеко уже не молодая девочка, чтобы производить как-то... То, что испортит тебе репутацию. Да, потому что у меня есть дети, у меня есть свое имя. Я, естественно, воспитываю уже свое поколение. Слушай, ну на туфлях написано твое имя и твоя фамилия, да? То есть там самое дорогое ты уже отдала, да? Да. Кстати, когда я создавала свой бренд, компания, которая мне разрабатывала мое лого и имя, несколько раз предлагали. Айжан говорит, а вы не рискуете? А почему бы нам что-нибудь такое придумать, но только не казахское имя? Продажи будут другие, потому что люди подумают, что это что-то иностранное. Я говорю, а почему? Я дам свое имя. Я хочу, чтобы меня приняли, меня знали и носили мою продукцию. Это был риск. Риск, но я пошла на него. Ну и ответственность. Конечно. Потому что ты понимаешь, что там стоит твое имя. Да, я не могу сейчас как бы сшить свое имя, то есть свою продукцию с моим именем, и что попало. Поэтому я к каждой коллекции к каждому изделию отношусь очень трепетно. А что ты можешь посоветовать молодым дизайнерам обуви, которые там отучились где-нибудь за рубежом, да? Которые хотят тоже создавать обувь. То есть ты можешь им дать какие-то рекомендации? Хотела ли бы ты вообще, чтобы на рынке появились еще дизайнеры обуви? Конечно. Например, у меня фишка – это классика. Но не все же носят классику. Да, у меня своя целевая аудитория. Почему бы не создавать другую? Сколько брендов в мире? Они друг другу конкуренты, да, понятно, но конкуренция должна быть. Но у каждого бренда есть своя фишка. Конечно. У каждого… У каждого россии одна колодка, у каждого ничего другая. Самая главная – это фишка. Если у тебя есть фишка, есть видение создать, почему бы нет? Но нужна быть своя фишка. То есть я, когда… А вот эти 100 колодок, которые ты создавала, да? То есть это что, был поиск идеальной колодки? Или это… Обязательно. Со временем, то есть ты просто так набрала? Сначала это было удобство. Когда мы уже поняли, какая у нас колодка, мы создали сначала свою новую удобную колодку, а потом уже под каждую модель создается колодка. То есть, знаешь, само понятие колодки, оно… Вот одна колодка не может носить и сапоги, и босоноги. Под каждую создается своя колодка. И по удобству, и по дизайну. То есть каждый раз нужно создавать новую колодку? Обязательно. То есть это постоянное вложение? Да. Например, когда я хожу в рестораны, и когда я вижу свою обувь на девушках, я радуюсь. Я ее узнаю за километр. И должно быть такое. Потому что я знаю свою фишку. Если у предпринимателя есть своя фишка, почему… Вот они должны сами задать себе вопрос, почему я должна прийти к тебе за обувью? В чем твоя особенность? Если у них будут ответы на эти вопросы, почему бы нет? Ты решила делиться своим опытом, и ты запустила свой онлайн-курс. Да. Можно ли рассчитывать, что приобретая твой онлайн-курс, человек завтра станет дизайнером обуви? Или же все-таки это предпринимательский опыт? Нет, безусловно. Знаешь, Динара, семь лет назад, когда я начала работать в этом направлении, да, не было тогда людей, как сейчас, коучи, курсы и так далее. Некому было меня обучить. Некому было посоветовать, как лучше. Куда ехать? Куда ехать? Как работать с фабриками? Как выбирать фабрики? Потому что у меня были тоже промахи с фабриками. Были изначально. Тогда не было такого человека, который мне подсказал бы, вот, Айжан, вот этого не делай, это сделай, вот найди там-то фабрику, ориентируйся на то-то. Я сама набивала эти шишки, теряла ресурсы, а самый дорогой ресурс у нас что? Это время и деньги. И я теряла и деньги, и время. Ну, естественно, это был мой опыт. А сейчас я хочу делиться этим опытом. Сколько стоит твой курс? У нас там три пакета. минимальный 200 долларов, максимальный 500 долларов. Тебе не кажется, что это, скажем, ну, для кого-то кто-то сейчас скажет, это очень дорого, да, 500 долларов, за что я должна отдавать? Но в целом, как бы, я понимаю, то есть ты же прошла путь, бэкграунд, это твой опыт, да, то есть если я захочу завтра, там, я произвожу одежду, но я захочу произвести обувь, да, либо я пять лет трачу на поиски фабрик, сырья, там, как заключать контракты, либо я за 500 долларов покупаю твой курс, прохожу его, и ты, получается, ты не тратишь время на вот эти грабли, ты сколько по времени учишься? Сколько там курс? Месяц. Месяц. Четыре недели. За месяц проходишь, и все, и ты завтра едешь в Стамбул, находишь эту фабрику и заказываешь свою обувь. Да, да. А там у меня все пошагово, от идеи до реализации, то есть до защиты проекта. А зачем тебе столько конкурентов? Сейчас все, кто посмотрит, конкуренты должны быть, 10% из них захотят стать дизайнерами обуви, у меня тут будет сидеть в студии другая, там, я не знаю, Сауле Самиддин. Я хочу, чтобы в Казахстане было больше предпринимателей, чтобы носили свое. И больше дизайнеров обуви? Конкуренция должна быть. То есть, и она тебя будет держать в тонусе? Конечно. То есть, ты пока сейчас одна? Единственная, да, и лучшая. А ты не хочешь продавать франшизы, чтобы, к примеру, там, кто не хочет обучаться, да, на твоих курсах, чтобы они просто взяли, купили твое имя? Да, вот, на курсах можно пройти обучение, если ты хочешь сама создавать, свою продукцию. такой же второй вариант, это продажа франшизы. Естественно, я тоже ее продаю и хочу. Мы сейчас переговариваем с Чимкентом, с Санкт-Петербургом. То есть, ты хочешь по всему Казахстану, Обязательно, да, я хочу сеть. Я сама хочу это контролировать, сама это вести. А сколько будет стоить твоя франшиза? В год 50 тысяч. 50 тысяч долларов в год? Да. Это дизайн-проект бутика, дизайны изделий. Это поставка, это упаковочный материал, фотосессия, реклама, продажи. А закуп туфлей, ну, обуви с какой степени? 50 процентов. 50 процентов. Да, то есть 50 процентов чистой прибыли. Ну, классно. Ну, да. И ты хочешь, чтобы франшизы были по всему Казахстану? По всему Казахстану. Это моя цель, мечта. Ну, ты как не Ирэн Вартик, наверняка у тебя там контрактик такой будет, железобетонный, На какой период будет контракт? Ну, если человек покупает франшизу, вот на какой период он может рассчитывать, что он там будет с тобой работать? 3 года. 3-5. То есть ты подписываешь контракт на 3 года, что ты являешься представителем Айжаны Синбаевой и продаешь ее обувь? 3-5, потому что через несколько лет они сами захотят свое создавать. Ты уверена? Ну, да. Слушай, ну не все хотят, знаешь, не все хотят париться. Знаешь, это ты, у тебя есть время. Мы можем дальше продолжить работать. Ты можешь летать в Турцию, да, там с фабриками выбирать. Это же, на самом деле, не просто все это. Найти фабрику очень сложно, Динара. Самое сложное, Самое сложное найти фабрику, хороших поставщиков. Конечно. Слушай, ну вот это вот прям красота на лето, да? Это, это и не так сложно, но и не так легко. Слушай, это ты, видимо, вдохновлялась ботегой, да? Да. Вязка. Да. Попробуй эту колодку, как она тебе. То есть это ты в Италии, видимо, посмотрела, да? На ботегу. Ботега тоже у кого-то берет. Нет, это абсолютно нормально. Ты знаешь, говорят же, талантливые художники. Знаешь, Каблук с одной модели, изгиб как бы каблука с другой, фурнитура с третьей обуви и декольте тоже. Декольте, что такое декольте? Декольте – это вот эта вот сторона. Вот это, да? Да. То есть вот это? Да. То есть у каждого декольте. И, кстати, это декольте, оно все время меняется, да? Да, обязательно. То есть иногда оно какое-то длинное. Длинное. А иногда оно какое-то совсем открытое. Пальчики открываем, иногда закрываем. Ты бы хотела, чтобы твою обувь носили, там, голливудские звезды? Конечно. Ты знаешь, моя мечта даже попасть на эту выставку, про которую ты говорила в Италии. Мне кажется, каждый дизайнер, каждый предприниматель мечтает об этом. Ты разрушила стереотип о том, что красивая женщина в бизнесе – это женщина, которой мужчина дал деньги, как Коко Шанель, например, да? Да, да, да. И она пошла заниматься бизнесом. Да. У меня было два выбора. Или продать этот дом и купить квартиру в Астане, и также устроиться на работу, так как меня уволили по просьбе супруга, сам рука, дабы, чтобы я пришла к ним и обратно вернулась, да? Или все деньги вложить в бизнес. И ты выбрала бизнес? Да. А жила на съемной квартире? На съемной квартире. Это какое-то время? Это было… Это был 15-й год, да? 14-15-й год. 14-15-й год. Это как раз, когда мы с тобой познакомились. Да. То есть ты выбрала съемную квартиру. Съемную квартиру. И все деньги вбухала в обувь Ирин Вартик. Плюс еще мы копили деньги на Куки на обучение. А в этот момент, когда я разводилась, представляешь, это такой был сложный период, когда у меня старшая дочь заканчивает школу, а младшая только идет в первый класс. У нее же разница 10 лет. Естественно, мы откладывали на обучение Куки. А она хотела в Сингапур. Я вот думаю, если я сейчас проиграю, я придам мечту своего ребенка. То есть, если я ее сейчас не вытащу, то она у меня останется без университета, без университета, то есть перейдет на следующий год. Я считывала, что вот ты вложила 50 тысяч долларов, и что ты с этого возьмешь еще 50. Ну, я так и сделала. Я в три раза вернула. В три раза? В три раза вернула за 3-4 месяца. Вау. Продажи были колоссальные. Старшая дочь поехала в Сингапур. Конечно, да. Все получилось? Мы ужасно переживали, мы боялись. Это был для меня риск. Или я сейчас все вкладываю, и если прогорит, я без ничего остаюсь, без дома, без работы. Или я выигрываю и иду дальше. Сколько тебе было тогда лет? Мне было 35. Откуда пришла эта идея, да? То есть я сейчас тоже делюсь опытом, и я вот раньше, кстати, тоже, когда запускала свой онлайн-курс в 2018 году, я думала, так, я сейчас, значит, все им расскажу, и на рынке будет очень много Динар Саджан, да? Я думаю, так, я буду чуть-чуть... Нет, Динар Саджан будет всегда Азарс единственный. Я думаю, я буду давать по чуть-чуть. А потом, когда мы начали писать курс, я думаю, да что, по чуть-чуть, нужно давать все. Я вижу волну, да, которые вот прошли мои курсы, и они сейчас, по крайней мере, столица, Нур-Султане, я вижу их на всех тусовках, то есть они развивают свой личный бренд, и я вижу, что я просто дала людям, то есть открыла ключом дверь и сказала, welcome, проходите, да? И я от этого получаю только бенехиты. То есть я поняла, что быть причиной чужого успеха это тоже круто. А как к тебе пришла идея записать онлайн-курс? Кто тебе подсказал? У меня есть команда, то есть маркетологи, СММщики, да, продюсеры, и когда я пишу посты, они не понимают. Говорят, Айжан, вот можете объяснить вот внутрянку, вот вы нам наговариваете, вот как мы всегда говорим, наговариваем голосовом, они пишут посты, историю. Айжан говорит, а почему бы вам не поделиться этим? Вот вы нам говорите, мы вот ничего не понимаем. У вас столько опыта, вы разбираетесь в этом. А вот на самом деле у нас же нет, кто шьет обувь, хотя, хотя, это очень прибыльный бизнес. Почему бы вам не поделиться? Я тоже, ну почему бы и нет? И оттуда бы пришла идея. Айжан, а ты сама за какую сумму купила бы, например, онлайн-курс у Джимми Чу, если бы он тоже там от А до Я рассказал бы, как выйти, как, скажем, создать свой бренд и затем его очень круто, дорого продать, да? Потому что Джимми Чу уже продал свой бренд, он как бы ему сейчас не принадлежит. Ой, я бы купила бы за любые деньги. Чтобы фабрика с тобой вообще хотела вести хоть какие-то переговоры, да? То есть на какое количество человек должен рассчитывать, что он придет на фабрику и закажет. Сколько это должно быть изделий? Тысяча, десять тысяч? Больше тысячи пар. Больше тысячи пар? Однозначно, да. То есть меньше тысячи пар с тобой ни то разговаривать не будет? Фабрики не будут разговаривать с вами. Но им не выгодно. Им не выгодно, да. Маленькие заказы, они скажут, ну, идите в мастерскую, там шейтесь. А серьезные фабрики, они сначала смотрят аккаунт, как вы работаете, из какой страны. Они любят Казахстан, очень Россию. Потом, естественно, когда ты уже идешь со своими проектами, со своими эскизами, со своими заказами, они уже понимают всю серьезность сотрудничества и, естественно, идут... Слушай, а ты должна на фабрику сама принести сырье, например, там вот этот жемчик? Нет, каждая фабрика работает со своими поставщиками. То есть ты, получается, все отрисовала модель, говоришь, так, ребята, вот колодка, вот красота, вот колодка, вот эскиз, прошу десять тысяч. Знаешь, в чем еще прикольная фишка? Я иду со своим рисунком. Я говорю, вот, шейте мне такую пару обуви. Как был такой вот случай с сатиновыми лодочками. Мне так хотелось сатин шить, огромную партию. Они говорят, да, хорошо, мы сошьем, но это будет неактуально. То есть фабрики, когда ты уже сколько лет, с ними когда работаешь, они тебе сами советуют. они просто говорят, да, мы отошьем вам такое-то количество пар, будет прикольно, да, все хорошо, но они будут у вас стоять на полке. Я говорю, почему? Ну, понимаете, вы из Казахстана, у вас там дожди, снег. Сатин непрактичный материал. Он только на сцену. Он только на сцену, на выход. Какая-то вот капля воды и все, химчистка это не уберет. И не каждый будет рисковать с сатином. Они лучше возьмут базу. Пусть это будет кожа, пусть это будет лак, но не сатин. То есть есть такие моменты. Они советуют. Мы, когда я езжу на фабрике, у нас встречи по два, по три дня, иногда по две, три недели. То есть нету такого, быстро заказала и побежала. Это вот каждая деталь мы с ними разрабатываем, советуемся. Слушай, ну мне очень нравится твоя колодка. Очень красивый подъем. И самое главное, она удобная. Прошитая стелька. А профилактику можно делать? Обязательно, да. Но я не ношу профилактику. Я тоже не люблю профилактику. Мне нравится, она вроде как разтирается. Потому что у нас же и подошва из кожи. Слушай, ну мне очень нравится твоя область. Это дороже, но... Да. Особенно мне понравились вот эти. Ну и цвета мне здесь нравятся. О, я их всех люблю. Красота. Создание каждой пары это настоящее произведение искусства. Утонченность, чувственность, роскошь и бесконечный комфорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова